приветствую друзья самый часто задаваемый вопрос что касается парового мотоцикла это какой у него запас хода иными словами сколько километров он может проехать на одной заправке честно говоря я сам не знаю ответ на этот вопрос потому что все это время мы гонялись за скоростью этого мотоцикла а это значит заправляли мало воды расходовали ее не экономично постоянно останавливались стартовали баловались свистком который потребляет очень большое количество пара и поэтому я сам даже не знаю какой у него запас хода все время я говорю приблизительно 12 километров потому что 6 мы проезжали оставалось сколько-то воды в общем конкретные цифры никакой нет и чтобы ответить на этот вопрос мы сегодня собрались специально на этой прекрасной красивой трассе и будем ехать до тех пор пока не кончится либо топливо либо вода сегодня найдем ответ на несколько других вопросов например какого объема у него котел сколько литров топливном баке какое максимальное статическое усилие способен создавать этот правой мотоцикл и самое простое сколько в конце концов он весит для начала я решил узнать вес мотоцикла поэтому перед испытаниями я у себя в гараже слив мотоцикла всю оставшуюся воду и вывесил весь мотоцикл с помощью тельфера и применением электронных весов вес всего мотоцикла оказался без малого 83 килограмма следующим этапом мне захотелось узнать максимальное усилие которое развивает этот мотоцикл в статике для этого я привязал мотоцикл к своим воротам с применением тех же самых электронных весов затем я протопил котел доведя давление до 16 атмосфер и чтобы были чистые правильные показания тщательно прогрел двигатель этого мотоцикла после этого я установил колесо в положении его максимального момента силы и сделал три замера и в итоге максимальное статическое усилие которое способен развивать этот мотоцикл оказалось аж 74 килограмма что для меня было довольно таки неожиданно для того чтобы правильно понять объем воды я буду заправлять котел 5 литровкой тогда будет точно понятно какого объема наш котел когда мы говорим об объеме воды в котле нельзя забывать что есть минимальный уровень ниже которого использовать мотоцикл нельзя потому что топка будет оголена то есть она окажется не в воде и будет перегреваться или может быть даже расплавится и так вошло сюда ровно 5 5 литровок это значит 25 литров я почему-то раньше думал что здесь гораздо больше объем но нужно учитывать что я заправил его не полностью иначе пар не сможет просто образовываться то есть не будет так называемого зеркало испарения я оставил немножечко не доверху чтобы как раз был это зеркало испарения и мы могли получать пар иначе вода пойдет прямо в двигатель далее что касается топлива я полностью с вами согласен что ездить на газу на паровом мотоцикле но как-то некошерно на самом деле эта система мультифруктовая смысле мульти топливная я ее называю то есть она может питаться любым жидким газообразным топливом в те древние времена у людей уже вполне был керосин поэтому сегодня мы будем ездить на керосине опять же чтобы ответить на вопрос какого объема топливной бачки я буду наливать через вот эту баклажку я здесь специально нарисовал полосу которая означает ровный литр и вот через вот эту вот красивую крышечку мы будем заправлять наш керосин полный объем всех топливных бачков оказался шесть с половиной литров но жидкое топливо нежелательно заправлять прям доверху обязательно должно остаться некоторое пространство для воздуха и сейчас объясню почему использовать газ было очень удобно потому что он подходил сразу под каким-то давлением и в общем легко зажигался и никаких не было проблем жидким топливом конечно придется подкачать воздух чтобы топливо шло под давлением для этого с этой стороны у меня есть специальный такой красивый насосик вот я сейчас накачал пока две атмосферы но этого будет достаточно чтобы запустить и прогреть горелку по мере уменьшения топлива в бачках давление там будет уменьшаться поэтому насос я прицепил обратно к мотоциклу так как он будет периодически нужно чтобы подкачивать давление в этих бачках еще один нюанс жидким топливом чтобы оно начало испаряться горелка должна быть уже некой какой-то большой температуры кипения этого топлива тряпочку чуть-чуть смочим керосинчиком и как-нибудь затолкаем в горелочку теперь можно поджигать и и и и и и и и должен сказать что керосин нам подходит гораздо больше потому что у него большая калорийность иными словами больше энергии больше температуры чем у пропана оказалось что работа топки на жидком топливе накладывает некоторые свои нюансы и тонкости. Я потратил много времени, чтобы приспособиться горелке, работающей на керосине. Я поначалу не понимал, почему она периодически просто брызжет струей в топку. Это крайне неправильный режим, потому что струя керосина просто не успевает гореть и в виде дыма вылетает из выхлопной трубы. Но спустя некоторое время я к ней приспособился. Ей нужно просто дать очень хорошо прогреться. Когда горелка достаточно хорошо прогрета, топка и работает, и зажигается просто отлично. Я сделал небольшой тестовый заезд метров на 500 и понял, что в котле слишком большой уровень воды. Вода постоянно попадает в двигатель и приводит к так называемым гидроударам. Я это ощущал в виде периодических ударов в двигателе, что, конечно, крайне нежелательно и может привести к поломке двигателя. Поэтому я принял решение слить небольшую часть воды, а проще всего это сделать, конечно, с помощью свистка. Мотоцикл в тот день чувствовал себя просто великолепно, но проехав свои первые полтора километра, внезапным паровым ветром мне почему-то сдуло пламя горелки. Я пытался ее поджечь прямо на ходу, но на ветру это не удалось, поэтому пришлось внештатно остановиться, чтобы снова ее разжечь. Я несколько минут подождал, чтобы давление в котле нормализовалось и снова отправился в путь. Эту прекрасную дорожку для испытаний я выбрал на самом деле не просто так. Вообще я просто обожаю свои родные края, за эти бесконечные поля, леса, просторы и некую такую провинциальность. Вы только посмотрите, какие красоты и это всего лишь в 30 километрах от Тольятти. В прекрасную солнечную погоду, когда едешь на мотоцикле по пустынной трассе, да в таких-то красотах, сердце просто хочет выпрыгнуть от счастья. Ветер в лицо, хорошее настроение, какое-то чувство жизни и просто неописуемое счастье. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И сейчас мы подошли к первому в мире, точнее первому в его жизни подъему в гору. Я наполовину горы по инерции успел залететь, но сейчас будем подниматься. Судя по знаку, там где-то 12% или 12 градусов, уж не знаю. Но тем не менее, я думаю, двух лошадиных сил должно хватить, чтобы подняться в эту гору. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И вот, друзья, я проехал уже 11,5 километров, и там еще чего-то есть какая-то вода. Ну, топливо там, похоже, просто немерено, и это очень хорошо. Сейчас мы вышли на ровную вот эту вот красивую дорогу, и, честно говоря, дорога, которую я запланировал для этих испытаний, просто закончилась. Дальше начинается шоссе, куда, естественно, высовываться мы не собираемся с нашими маленькими скоростями. Поэтому я предлагаю остаток топлива докататься по вот этой красивой трассе. Все-таки нам надо посмотреть, сколько у запас хода, поэтому будем расходовать воду до конца. Поскольку топливо на этом мотоцикле оказалось просто немерено, первым явно закончится вода. И тут возникла проблема, как определять, что вода закончилась. Ведь я не предусмотрел никакого смотрового окошечка. Но я вышел из ситуации. Я периодически растапливаю топку посильнее, и начинаю качать мотоцикл вот так вот. Если уровень воды очень маленький, то когда я качаю, волны воды накрывают саму топку, и давление резко подскакивает. Это значит, что топка частично уже оголилась, и воды мало. Но пока у нас еще есть запас воды, поэтому я хочу покататься по вот этой красивой трассе. Продолжение следует... Этот мотоцикл, на самом деле, на мой взгляд, большой герой. Он проехал первый в своей жизни дальняк. То есть никогда больше 4-5 километров он у меня не ездил, так как мы боролись за скорость и использовали один и тот же ровный промежуток дороги. И первый раз он уехал на такое огромное расстояние. Но, конечно, усталость всего тут наблюдается. Я обнаруживаю какие-то небольшие стуки в двигателе, но пока едет все отлично. Периодически тут везде выходит пар. Похоже, соединения подустали. Все парит, капает немножечко отовсюду. Но, тем не менее, все до сих пор прекрасно работает, прекрасно ездит. И поэтому я буду ездить до тех пор, пока что-нибудь здесь не развалится, не сломается, ну или не кончится вода. Продолжение следует... Ну все, друзья, вода закончилась и мотоцикл встал. Как бы я его ни трес, что бы с ним ни делал, давление уже больше не поднимается. Это значит, что воды так мало, что она даже не достает до топки. Но хочу сказать, что этот мотоцикл на одной заправке проехал аж 15 километров и 110 метров. Я вообще думал, что этот мотоцикл способен проехать приблизительно 12 километров. Ну, потому что на скоростных испытаниях мы 6 километров делали и приблизительно половина воды оставалась. Но этот мотоцикл сделал 15 километров, что меня очень радует. К сожалению, расход я сейчас сказать не смогу, потому что нужно слить оставшуюся воду, посмотреть, сколько осталось воды. И тогда уже можно будет рассчитать расход. Эти данные я напишу в конце ролика и в описании к этому ролику. Разумеется, если с мотоциклом еще правильно поработать, убрать все эти свищи, которые идут со всех сторон, то можно будет проезжать и больше. Но я думаю, для этого маленького мотоцикла, для этой крошечки-малюточки, 15 километров на одной заправке, это вполне такой хороший параметр. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, у меня все. И до встречи в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok